Адам Ханахок доложил о итогах проведенной работы за год. Повседневно продолжает выявлять каналы поставки наркотиков, пресекает групповые формы преступности. В этом году перекрыты каналы поступления наркотических средств из Москвы, из Новороссийска, Славянского и Крымского районов. Отделам по городу Анапа выявлено 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 44 из категории тяжких и особо тяжких. 19 совершены группами лиц. В суд направлены 23 уголовных дела. Осуждены 32 человека, 26 – это 81% лишены свободы. Общий срок наказания на всех составил 97 лет и 3 месяца. Остальные приговорены к условному сроку, наложено штрафов на 825 тысяч рублей. Изъято более 36 килограммов наркотических средств. Увеличилось количество изъятых наркотиков растительного происхождения. Большое количество изъяли в хуторе «Веселая горка». В этом году зафиксировано уменьшение преступлений, связанных с организацией содержанием притонов для изготовления и потребления дизаморфина. В прошлом году выявлено 7 таких притонов, а в этом всего 2. У нас последним наркотикам и синтетическим происхождением является профилактика наркомании, разъяснение среди молодежи правовых медицинских и социальных последствий потребления наркотиков. Так, в этом году нами проведено 238 финаликтурин и беседы с подростками и молодежью, а также их родителями. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов поручил присутствующим заняться усилением антинаркотической работы, чтобы профилактика велась должным образом. И также напомнил о том, что теперь квартиры-наркопритоны будут изыматься у владельцев судом на законных основаниях. Отняли, отдали. У нас много детей, которые сирот, которые нуждаются в квартирах. Да лучше нормальному человеку квартиру отдать. Пусть живут. Председатель общественного совета поселка Витязево Сослан-Тиблоев рассказал о работе рейдов, взаимодействии общественности с казаками, администрации и полицией. В поселке проверены все зависимые и потребляющие наркотические вещества. Таких осталось, по последним данным, 28 человек. Со злом под названием наркомания продолжают бороться и в следующем году только усилят работу. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.